Экстренная эвакуация учащихся и отмена уроков. 318 человек, учеников и педагогов, срочно выведены на улицу из-за сильного задымления в школе. В Урае пожарные провели масштабные учения. Очевидцем стала моя коллега Гузель Иванова. Сигнал об эвакуации раздался посреди урока второй смены. Дети, обрадованные срывом занятий, выстраиваются во дворе школы. Всего из здания выведено 318 человек. Еще четыре работника учреждения самостоятельно выбраться не смогли и ожидают помощь внутри. Так начались тренировочные учения спецслужб Урая. На время мероприятия проезд для гражданских машин по улице Ленина перекрыли. Для оказания первой медицинской помощи по адресу прибыла карета скорой помощи. На месте аварийно-спасательные формирования. Прежде чем проникнуть в здание, огнеборцы снаряжаются кислородными баллонами и газодымозащитными масками. Внутри одновременно работают четыре звена. Они делят здания по секторам и расходятся в разных направлениях. Согласно легенде учений, огнеборцам предстоит проверить каждый этаж, найти и вывести пострадавших, обнаружить и ликвидировать условное возгорание. Тренировочное мероприятие приближено к реальным. Ближе к третьему этажу коридоры наполняются белой пеленой дыма. Запах гари чувствуется все сильнее. Пока пожарные находятся в поиске, мы сами нашли пострадавшую в результате условного пожара. Вот она находится в одном из кабинетов и ожидает спасения с диагнозом потери сознания. Я вообще ничего не должна делать. Мне должны идти, одеть маску и все. Остальное уже спасатели делают сами. Я должна никак им не содействовать. Все только они. Помощь спасателей долго ждать не пришлось. С учетом состояния, указанного в задании на свежий воздух, условно пострадавшую эвакуируют в кислородной маске. Еще двоим помогают выбраться по ручным лестницам. Всех выведенных из здания людей огнеборцы передают в руки медиков. Далее необходимую реанимацию проводит бригада скорой. Тем временем условный очаг возгорания обнаружен и ликвидирован. С выходом последнего звена из здания секундомер останавливается. Норматив выдержан. Уже после тренировочных учений пожарные делятся впечатлениями. Большой объект. Сложность в том, что очень много помещений, коридоры. На втором этаже в кабинете информатики загорелись провода. В принципе цели и задачи достигнуты нашего учения. Тренировались как мы, так и персонал объекта. Отработка взаимодействия со всеми службами жизнеобеспечения, которые привлекаются по таким сигналам. То есть начиная от пожарной охраны, заканчивая там газ, водоснабжение, тепловики. То есть все службы расчезли, отработали. В принципе вопросов не было. На ликвидацию условного происшествия было привлечено 7 единиц техники. Более 40 спасателей. Учения признаны удовлетворительными. То есть прошли успешно. Гузель Иванова, Александр Русков.